Методист Шор Атом Светлана Кузьменко завоевала золото и чемпионаты мира по спортивному туризму в дисциплине «Северная ходьба». Саровчанка выступала в составе женской сборной России. Выпускница «Атома», тренер по образованию, инструктор-методист спортивной школы Олимпийского резерва Светлана Кузьменко всегда придерживается здорового образа жизни. Пять лет назад в рамках областной программы ей предложили обучиться новому для нее направлению. Скандинавская ходьба стала для саровчанки настоящим открытием. С тех пор женщина активно тренируется, развивая технику и получая награды на разных уровнях. В начале октября в составе сборной России Светлане удалось стать победительницей чемпионата мира по спортивному туризму в дисциплине «Северная ходьба». «Принимали участие спортсмены из 11 стран, ну и в том числе сборная России в составе 16 человек. Соревновательных дистанций было 4. Первая была техническая дистанция. Это такой симбиоз скорости и техники. Она короткая, меньше километра, но на ней очень большое значение имеет именно техника спортсменов. В этом виде программы я заняла четвертое место». Еще одним этапом была эстафета. Три участника шли по 2,5 километра. В женском старте Светлане удалось одержать победу. Последним стал полумарафон 21 километр. «Интересная дистанция, одна из моих любимых. Я люблю ходить длинные дистанции, они мне даются лучше, чем короткие. Тоже такая достаточно упорная борьба была. Девочки все шли так скучно в паровозике, но в итоге как бы наша сборная России все были впереди своих соперников». Многие ошибочно думают, что скандинавская ходьба подходит главным образом пожилым людям, которые используют палки для уменьшения нагрузки на суставы ног. В реальности все иначе. Данная дисциплина спортивного туризма привлекает внимание молодых спортсменов. «Северная ходьба» – это не бабушкин вид спорта, что ей можно заниматься активным, молодым, здоровым спортсменом. Она для всех возрастов. И сейчас к нам на всероссийские соревнования активно стали приезжать молодые спортсмены. Лыжники, легкоатлиты, триатлонисты. Они с удовольствием берут палки и встают на палки, изучают технику и начинают принимать участие в соревнованиях. Функциональная база у них есть, сила есть, выносливость есть. И молодежь сейчас очень активно вступает в свои права. И я рада, что мне еще удается бороться с молодыми спортсменами, фактически на равных. В октябре сезон скандинавской ходьбы завершается. По словам Светланы Александровны, зима – время для отдыха и восстановления. Ведь уже в апреле будущего года пройдет первый старт Кубок Азии в Мурманске. В Клубе здоровья прошел традиционный городской турнир по мини-футболу «Золотая осень». За победу боролись детские команды трех возрастов. «Золотая осень» – так называется традиционный городской турнир по мини-футболу. На протяжении долгих лет Центр внешкольной работы организует и проводит соревнования. В этом году участие приняли детские команды трех возрастов. Все они – члены Центра внешкольной работы. Игры прошли в спортивном зале Клуба здоровья. Изначально организаторы планировали провести соревнования на новой спортивной площадке «Сокол». Но помешали погодные условия. В своей возрастной группе все команды играют по круговой системе каждый с каждым для определения победителя. В первой игре друг против друга сразились первая и вторая команды «Лиса» 2013-2014 годов рождения. Со счетом 9-2 победила зеленая команда. Матч получился очень хорошим. В принципе, мы выиграли. Постараемся в следующий матч тоже выиграть. Матч понравился. Мы очень хорошо играли. Мы очень ждали этот турнир. Хотелось бы побольше игр. Во второй игре сошлись основная и резервная команда «Мечта». Роман занимается футболом уже три года и участвует в «Золотой осени» не в первый раз. В прошлом году его команде не удалось занять первое место. Так что в этот раз настрой самый боевой. Мы проиграли, но стремиться надо к лучшему. Хорошо поиграть, забить много голов и не пропускать ни одного гола. Победу со счетом 6-0 одержала зеленая команда. Кроме 10-летних ребят в отдельной номинации будут соревноваться и дети 2015-2016 годов рождения. Турнир продлится 10 дней. 12-летние саровские футболисты стали серебряными призерами детского областного турнира по футболу. В упорной борьбе ребята уступили лишь нижегородской команде. Детский турнир по мини-футболу «Футбол чемпион-2024» прошел в курортном поселке «Зеленом городе» рядом с Нижним Новгородом. На турнир приехала и футбольная команда спортивной школы «Икар» 2012 года рождения. Почти все игры были непростыми. Когда только приехали и сразу, как говорится, в бой, тяжело мальчишкам было войти в тот ритм. Ну и второй день. У нас три игры было. Второй день. Тоже первую игру как бы нормально, отыграли, все хорошо. Дальше уже было тяжеловато, потому что три игры в день все равно это очень тяжело. Ну и справились, молодцы, выиграли все игры. Все здорово сложилось для нас. Всего в турнире участвовало семь команд. Они играли в формате «Один вратарь, четыре полевых». Соревнования прошли по круговой системе. По воле календаря победитель определялся в последнем матче. Две команды, которые весь турнир шли без поражений, встретились друг с другом. В итоге саровские футболисты уступили нижегородской команде «Радии» со счетом 3-4 и заняли второе место. Бронзы у команды «Сармович». Давний турнир мне понравился тем, что хорошо сыграли, старались в всех моментах. Ошибки были, но мы исправляли их. До конца играли все. Добиться успеха помогли футбольное мастерство каждого спортсмена и слаженные командные действия. Саровская команда участвует в турнире уже не в первый раз. По словам самих футболистов, они расстроены серебром, но понимают, что для будущих успехов необходимы упорные тренировки. Также на соревнованиях ребят поддерживали родители, которые приехали с ними на турнир. Еще огромное спасибо я хочу сказать болельщикам, потому что если бы не они, то было бы вообще невозможно. Потому что когда целый стадион болеет за другую команду, и ты слышишь эти небольшие слова, когда поддерживают твою команду, и это тебе еще больше придает сил. Пока что это только первые шаги юных спортсменов. Возможно, в будущем кто-то из них станет профессиональным футболистом. Желание для этого точно есть. Ну, попасть хотя бы в ФНЛ, РПЛ. Есть. А можно какую-то команду конкретную купить? Ну, за «Спартак». Муниципальный детско-родительский форум «Простыми словами о главном» прошел на базе школы номер 14. Форум собрал около 150 участников – детей, родителей, гостей и педагогов. Муниципальный детско-родительский форум «Простыми словами о главном» собрал около 150 участников – детей, родителей, гостей, педагогов – в стенах школы номер 14. Мероприятие прошло в Сарове во второй раз. Цель форума – объединить семьи в одном общем деле и узнать новую полезную информацию о движении первых. Одними из организаторов форума выступили представители родительского сообщества «Родные и любимые». Отдельно хочется отметить площадку, которую организовали родители, являющиеся участниками родительского сообщества «Родные и любимые». Эта площадка организована исключительно силами родителей, их идеи, их материалы, их подготовка для ребят. Вот эта площадка является тем объединяющим моментом, который, наверное, выступает лейтмотивом сегодняшнего форума. Площадка называлась «Создавай и вдохновляй». Родители провели для ребят мастер-класс по изготовлению игрушек – пальчиковых кукол из вторсырья. Дети делали черепашек, мишек, лягушек, лисичек. Родители помогали, направляли и подсказывали. Кроме этого, в рамках форума работали еще пять площадок. Для участников площадки «Служи Отечеству» организовали выставку военного снаряжения. Ведущие познакомили ребят с деятельностью военно-патриотических клубов и предложили разработать инициативы событий в рамках празднования 80-летия Великой Победы. Еще одна площадка для ребят, которые увлекаются волонтерством. Сегодня вместе с руководителем ресурсного центра «Добро.ру» они будут погружены в интерактивные мероприятия. Я так думаю, что это будет очень полезным для ребят, потому что сейчас актуально иметь волонтерские часы, которые помогают для поступления. Именно этот вопрос тоже будут затрагивать ребята в рамках этой площадки. На площадке «Будь здоров» участники познакомились с историей ГТО. Провели спортивную разминку и сдали нормативы ГТО. Участники видеосалона «Магия доброй истории» посмотрели и обсудили фильм «Хайди» или «Волшебная долина». Для родителей организовали отдельную площадку. Сегодня для родителей открыта своя площадка «Тема против буллинга». Родителям дадут рекомендации, как себя вести с ребенком, который попал в непростую ситуацию. Какой настрой, какая поддержка, какие механизмы реагирования. Все это будет проговорено сегодня на площадке «Против буллинга». Форум стал хорошим толчком обсудить важные вопросы в семейном кругу, поделиться своими открытиями и мнениями. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова